В 2002 году на канале ОРТ состоялась премьера телевизионного сериала «Спецназ», состоящего всего из трех серий. Сериал имел огромный успех у зрителей. На его волне в 2003 году была снята вторая часть боевика, состоящего из четырех серий. Она стала не менее успешной. Ярким подтверждением того, что сериал «Что называется за шоу зрителям» является невероятная популярность музыкальных композиций, прозвучавших в телесериале. Речь идет о песне группы Любе «Давай за», которая стала значимой именно благодаря сериалу, и композиция «Бобби Боба», мало кому известна на тот момент российского музыканта Игоря Копылова. Несмотря на то, что с момента выхода первой части «Спецназа» прошло уже 18 лет, зрители с удовольствием пересматривают его, иногда даже не задумываясь о том, что многих актеров, исполнивших в нем роли, уже нет с нами. Сегодня я предлагаю вам вспомнить этих замечательных людей и почтить их память. Осталось. Значит так, шаг, отволзи, отвлеки его, и потом дай очередь в аккурат над головой. Понял? Понял. И держи выход из леса. Роль старшего лейтенанта Якова Урманова с позывным «Якут» исполнил заслуженный артист России Владислав Галкин. Владислав Борисович Галкин являлся востребованным российским актером. Впервые он снялся в кино в 9-летнем возрасте, в 1981 году. Он исполнил главную роль в фильме «Приключения Тома Сойера» и «Гекель Берри Фина». Всего в фильмографии актера свыше 50 ролей в кино. Помимо спецназа, к числу самых запоминающихся проектов с участием Владислава Галкина следует отнести военный сериал «Диверсант», экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», «Дальнобойщики» и «72 метра». Последней работой Владислава Борисовича Галкина в кино является роль Николая Явлашкина в фильме «Любовь на сене». Актера не стало 25 февраля 2010 года. Ему было всего 38 лет. Владислав Галкин умер из-за острой сердечно-недостаточности. Актер похоронен на аллее актеров Троекуровского кладбища. Николай Годовиков исполнил небольшую роль прапорщика Агапцева, который погиб от рук Вагифа. Несмотря на то, что Николай Львович Годовиков не имеет актерского образования, он хорошо известен зрителю на территории постсоветского пространства и за его пределами. Дебют Николая Годовикова в кино состоялся в 1966 году. Он снялся в художественном фильме «Республика Шкит». Огромную популярность актеру принесла роль молодого красноармейца Петрухи в фильме «Белое солнце пустыни». Помимо этого, многие помнят Николая Годовикова по ролям в следующих фильмах и сериалах. «Женя, Женечка и Катюша», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей». Всего в фильмографии актера чуть больше 20 работ. Николая Годовикова не стало 23 ноября 2017 года. Ему было 67 лет. Причиной смерти актера стал рак почек. Тело актера было кремировано, а прах захоронен на южном кладбище в Санкт-Петербурге. Александр Викторович «Дедюшка» исполнил в сериале «Спецназ» небольшую, но запоминающуюся роль. Это характерно для него, ведь каждое, даже небольшое появление актера на экране всегда запоминается зрителям. Ярким примером тому могут послужить роли Александра Дедюшка в криминальном телесериале «Бригада» и комедии «Реальный папа», в которой он сыграл вместе со своим сыном Дмитрием. Впервые актер снялся в кино в 1997 году. Ему досталась небольшая роль военного в Чечне в фильме «Вор». Всего в фильмографии Александра Дедюшка чуть больше 30 работ. Помимо перечисленных, среди них также нужно выделить «Сармат», «Офицеры», псевдоним «Албанец», оперативный псевдоним. Последней работой актера в кино стала роль атамана Степана Гуски в экранизации повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». Актера них стало 3 ноября 2007 года. Он вместе с сыном и женой погиб в автокатастрофе. Актеру было 45 лет, его жене Светлане Чернышковой 30 лет, а сыну Дмитрию всего 8 лет. Александр Дедюшка с семьей похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. «В специальных британских воздушно-десантных войсках у вас бесценный опыт афганской войны. К тому же вы хорошо говорите по-русски, это лучшая рекомендация для нас. Вы, кстати…» Нодар Мглоблишвили сыграл роль Бородатова, который стал аллюзией на Бен Ладена. Популярность к актеру пришла после роли графа Калиостро в киноленте «Формула любви», снятой режиссером Марком Захаровым. В фильмографии Нодара Александровича Мглоблишвили чуть больше 30 работ, среди которых роли в фильмах «Кентавры», «Московские красавицы», «Серп и молот» и многие другие. Также большому числу зрителей актер известен по роли барона из телесериала 2001 года по имени Барон. Нодар Мглоблишвили ушел из жизни 26 марта 2019 года. Актеру было 87 лет. Он похоронен на родине в Грузии. Владимир Турчинский исполнил роль подполковника. Карьера Владимира Турчинского в качестве актера началась в 2001 году. Он снялся в фильме «ФМ и ребята». Шоумен, спортсмен и актер Владимир Евгеньевич Турчинский много снимался в кино, играя различных персонажей и самого себя. В фильмографии актера больше 30 работ. Среди них роли в фильмах «Счастливы вместе», «Антидурь», «Русский спецназ», «Воронины», «Папины дочки», «Воротилы» и во многих других. За несколько часов до смерти Владимир Турчинский принял участие в съемках программы «Добрый вечер, Москва», которая выходила на телеканале ТВ-центр. Актер ушел из жизни 16 декабря 2009 года. Причиной смерти стал инфаркт. Владимиру Турчинскому было 46 лет. Он похоронен в селе Воскресенское Ногинского района Московской области. Роль генерала-майора Сергея Михайловича Свирина по прозвищу «Дед» исполнил российский актер театра и кино Андрей Юрьевич Толубеев. Он наверняка хорошо знаком практически каждому жителю России и ближнего зарубежья. Свою карьеру в кино Андрей Толубеев начал с главной роли в киноленте «Еще можно успеть», вышедшей на экраны в 1974 году. Последней актерской работой Андрея Толубеева стал фильм «Гоголь. Портрет загадочного гения». В нем он сыграл роль Петра Васильевича. Всего в фильмографии Андрея Толубеева более 80 ролей в фильмах и сериалах. Среди всех фильмов, в которых снимался актер, особенно нужно выделить «Царь Иван Грозный», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург» и многие другие. Помимо съемок в фильмах, актер участвовал в озвучивании мультфильмов. К примеру, его голосом говорит Колыван из мультфильма «Добрыни Никитич» и «Змей Горыныч» и «Соловей разбойник» из мультфильма «Илья Муромец» и «Соловей разбойник». Всего на счету актера более 40 работ дубляжа. Андрей Толубеев ушел из жизни 7 апреля 2008 года, спустя всего несколько дней после своего 63 дня рождения. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Актер похоронен на литераторских мостках Волковского кладбища в Санкт-Петербурге, рядом со своим отцом, знаменитым советским актером Юрием Толубеевым. Каскадер и актер Александр Шульга снялся в сериале «Спецназ в эпизоде». В целом, это характерно для кинокарьеры актера. В его фильмографии насчитывается свыше 30 ролей, при этом большая часть из них является эпизодическими. Чаще всего Александр Шульга привлекался к работе над фильмами в качестве каскадера и постановщика трюков и попутно снимался в них в эпизодах. Актер ушел из жизни в свой день рождения – 21 декабря 2010 года. Александру Шульге было 40 лет. А вы помните этих актеров в сериале «Спецназ»? Если вам нравится этот сериал, то наверняка да. Ведь все они, без исключения, справились со своей работой отлично. Очень жаль, что нам не суждено увидеть новых работ Владислава Галкина, Николая Годовикова, Александра Дедюшка, Нодаром Голоблишвиля, Владимира Турчинского, Андрея Толубеева и Александра Шульги. На моем канале много роликов, в которых я рассказываю об ушедших знаменитостях. Все видео вы можете найти в плейлисте «Ушедшие». Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.